дорогие друзья если вы живете в тех городах которые здесь написаны то скоро я туда приеду и мы с вами сможем встретиться на наших шикарных лекциях приходите пожалуйста задавать улуба период отношения такой допустим есть лекция какие вопросы можно задать до драка до скольки почему зачем зачем торопиться зачем торопиться зачем торопиться ты выращивала какие-нибудь растения фрукты овощи нет он смотри чтобы вы растет помидоры их нужно посадить они доберутся до рассады потом рассаду выросли высадить открытый грунт поливать они вырастут появятся цветочки потом появятся маленькие зеленые помидорчики потом зеленые помидорчики вырастут станут большими зелеными помидорчиками потом надо им еще немножко повисеть они станут такими но немножко красными помидорчик а потом они созреют и будет охрененно вкусный помидор можешь обрывать раньше это говорит о том что ну ты не не очень понимаешь о чем я говорю причем здесь статья то есть у тебя все хорошо то есть вы вы прошли все шесть этапов тебя вообще позвали замуж может как раз вот году все и подтянется хорошо и второй вопрос про секс про кого про секс не не я так не говорил я вообще обожаю секс я обожаю секс и особенно обожаю его в вне рамок всяких вне свадьбы дим брака безответственный секс самый кайфовый а почему вопрос когда многие там в кавычках счастливые мамы и жены измениться и мужья и когда проводили опрос в инстаграме большинство случаев то то есть он маленький то там деперальный какой то ну то есть многое на самом деле а там не проводили параллельный опрос был бы ли был ли у них секс до брака а как ты думаешь а если бы провели что выяснилось ну как ты думаешь но ты живешь в мире вот ты современная девушка у твои подруги знакомы кто-нибудь вообще выходит замуж без проверки на секс ты таких не знаешь и я таких не знаю то есть нашем обществе мы скажем 99 процентов людей они проверили секс и вот эти которые все пишут про писюны и тому подобное они же проверяли они вышли замуж они проверяли то есть не никто им ну не было такого супер и смотри что здесь проверяли она не подошло а чё-то подходила подходила и не подошло усох писюн ну что-то ну согласись а что жил логичен ну а в чем фиши так у них надо спросить то есть просто тяжело там написать у меня брак разваливается не поможет писюне подходит потому что я тупорылая просто я не понимаю как это делать я дура и он дурак и единственное о чем мы можем ну что чему не нужно учиться заметь секс это то чему в принципе учиться динамик вот единственная херня вот это прямо вот тут я мужчина ты женщина и надо тут обучаться семейной психологии как это правильно делать это информации нету потому что у меня есть профессия у тебя есть профессия мы на это продавать или время что нам делать между собой как за тобой ухаживать я ж не знаю и ты не знаешь а как хатса я в курсе я давно это ну в курсе ты разбирайся тогда разбирать делать то что мы умеем вот люди это и делаю а потом выясняется что этого мало ты же была вчера на лекции конечно да 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 я вообще уверен что так и будет но людям очень тяжело признать что они не образованные черти в этом вопросе поэтому от секса в ну в до брака от него побочных эффектов значительно больше чем приятности то есть процент ну вот смотрите давайте чисто с у тебя точно образование или гуманитарная финансы даже не финансы точно ты можешь мыслить процентами и тому подобное да ну ты блин финансами занималась в медицине потрясающе потрясающе у тебя есть медицинское образование вот что и требовалось доказать но тем не менее ну точно зря ходила в университет и училась на финансиста то есть проценты это такая палка с двумя ну в курсе да и вот смотри давай логично сейчас обсуждать смотри вы в стране 80 процентов браков разваливается да при этом сто процентов 99 процентов секс все проверяли всем подходить всем подходила всем ты знаешь людей которые вот девушек которые мне секс не подходит я выхожу замуж ну блин вот мы один процент ну просто на больную скидываем потому что ну а как еще ну все вы выходим я выхожу замуж пусть меня трахает кто ну кто попал ну конечно да одноглазый дядя лучше чем никакой дядя мы на это процент скинули но это согласно что это странно вы согласны вижу по глазам странно а девушка вообще в шоке от этой истории то есть все проверяли всем подходила брак все равно развалился тебе не кажется что что-то не то проверяли что-то не то проверяли да вот такая и это математически мы выяснили не просто там я тебя гружу потому что и если баба будет спать с мужиками это будет классифицировано господом как прелюбодеяние и в час страшного суда или там не знаю но вашей версии что должно быть я думаю страшный суд придут и всех ей всех котел всех котел и поэтому бойтесь котла и игру мы же не об этом правильно то есть речь не об этом мы все за свободу в отношениях мы просто должны понимать что это вредно что это опасно понимаешь это как вы в в россии один процент людей инфицированы вич наверняка смотрели там дуть рассказывал историю но это и всем известная история один процент это говорит о том что у вас тут если сидит 200 человек то двое из вас вич инфицирование вот тебе весь процент все вот это называется процент и твоя твоя мысли вот твое право попасть в эти два процента или не попасть в эти два процента если посчитать все минусы от преждевременного секса то там их тьма просто огромное количество не надо торопиться друзья не надо торопиться секс это шикарная вещь очень опасно она как атомная энергетика она очень крутая но если сука рванет до норвегии долетит облако радиоактивное я вот об этом поэтому я высказал свое мнение заметь я не настаиваю ты спросила если бы не спросила у меня даже в мыслях не было кому-то что-то говорить чек сидел никого не трогал мое мнение я как бы сказал она она такой мне блин 48 лет и поверьте то о чем я говорю я вообще офигенно разбираюсь и всем чем я вас тут пугаю я все это лечил поэтому на всякий случай а что думаете я родился в романической семье из детства пел мантры и поклонялся господу не папочка искала счастья а при моей харизме я его нашел еле вылечили вот такая вот история здравствуйте я слышала вашу лекцию и так случайно получилось что сын рядом оказался 12 и услышал как раз именно тот момент где вы сказали когда мальчик переходного возраста достиг этого возраста он уже может принципе зарабатывать вы говорили где-то что на свидание ну допустим ну давай что надо уточнить может пацан собирается закладки делать мы же знаем что там в 12 лет поэтому как бы родители должны быть в курсе чем ребенок зарабатывает но отличная идея в чем проблема проблема конечно конечно же мальчику пусть я все детство мечтала разужать вагон ну никак ни разу не получилось но в принципе да меня забеспокоил момент что спосит мальчик и почему ты работаешь потому что я мужчина я хочу заработать денег кто его спросит аж интересно я вот прямо открою счастья глаза соседям наплевать на твоего ребенка по реакции зала это сплошные соседи всех интересует только он то есть вот я я даже не знаю как зовут моих соседей я их не ну редко вижу вообще не хочу даже видеть а еще больше даже не хочу их слышать если бы они вообще как-то жили очень тихо в на мордиках мне было бы еще проще не переоценивайте желание соседей участвовать в вашей жизни не придумывай не не бойся ну контролу понимать это нужно общаться с ребенком понимать чем он занимается конечно очень важно то есть сам мальчик начал работать а надо быть с ним другом чтобы спрашивать как чего его благодарите восхищаться сказать вот молодец конечно вот не какой-то оболтус а вот молодец ты ты крутой вот это надо вдохновлять вдохновлять не стимулировать а именно вдохновлять по мужа про закладки но всякое бывает дети с перепугу 12 лет вы должны понимать мозг еще ну не критично разве пожалуйста надеюсь ни у кого не возникло ну каких-то противоречий по этому поводу то есть может ну вряд ли у вас какие-то культурные традиции что за то что ребенок 12 лет работать там руку ему отрезать надо ну вряд ли вряд ли как девушки у которой не было счастливой семьи бабушка развелась мама развелась найти примеры для чего ты сюда пришла узнать как правильно конечно ну или хотя бы как я рассказываю сделай я счастливые примеры рассказываю ну бери не жалко а чё мама смогла мы сейчас не об этом я уверен что ты сможешь мы сейчас о счастье ну скажи мама твоя счастлива ну пожалуйста вперед да пожалуйста никто не против повторю тоже девушки сказал всем похер хочешь быть как мама ну иди сделай как мама и получишь результат как мама то есть через 20 лет ты будешь мама а тебя предупреждали мама может никто не предупредил мама не ходила на лекции мордатенького а ты же пришла ну да 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 хорошо вы да конечно мне не надо ну можешь краситься фломастером ходить в балахоне ну что я могу сделать но так устроено аж как ты думаешь а у мужчин тоже вы горе надо каждый день блин это брить морду когда ты знаешь мне голову надо брить каждые два дня я каждые два дня должен намылить голову и опасной бритвой брить голову чтоб потрясать женщин а еще у меня по всему телу растет огромное количество волос там где мне не надо у меня уши волосатые понимаешь у меня в носу растет два дикообраза их тоже надо за этим следить понимаешь а еще мне надо ходить спортзал бегать как потерпевший заниматься какой-то херней постоянно ну по мужа я не могу сидеть полностью тут свинопотама адским таким мне это неприятный вам всем будет неприятно а еще надо гладить футболки я слава богу не глажу понимаешь о чем речь в мир боль поэтому ну лучше как бы страдать от того что ты красивая надо поддерживать макияж чем страдать от того что ты одинокий голубь на корнице за не ну солнце ну как бы не то что ты должна быть в вечернем макияже ежедневно но ну иногда хотя бы там бровки потоньше ну чтоб вот это дорогой леонид и лично травмировал понимаешь ну это ж не то не так сложно не так сложно тем более ну там в браке ну не знаю у меня жена она макияж не делает дома ну не из-за того что я как бы редко отсутствую мне так его нравится без проблем но если мы куда-то выдвигаемся она конечно красоту на вагоне там неимоверно супрема такие я кепку выберу поприличней ты меня услышала что ты сделаешь так такая такая история такая история макияж это не самое самое такое ну да мужчины любят глазами поэтому хотел чтобы ты была стройная красивая а не бабе яга костяная на а какая-то вот это все ты же сама так себя чувствуешь что если что я тебе буду объяснять радуйся потому что часто и молодая красиво ну например в 45 тяжелее будет нагнать макияж и систины там пока разберешься с 20 лет поверьте это не то же самое что 48 вообще не то же самое и быть горячим и быстрым в молодом возрасте там и и сейчас такую вставу там думаешь елки-палки найти и говоря так что если ты тебе больше 40 ты проснулся и у тебя ничего не болит то ты скорее всего умер поэтому нас следить за телом это не самое важное в жизни душа важнее но ну тело тебя дано заботься о нем тебе же будет хорошо и людям приятно мы договорились все давай мы сейчас сразу чтобы не было легче тебя то есть а сама на за лидирующего так ли лидеры из ухаженного чувствуешь сразу жизнь заиграла другими красками дальше я проясняюсь вещи которые мне нравятся хотелось бы я предпочитала но при этом у него есть особенность он очень любит спорить и я как говорю что спорить я с тобой не попу но опираясь на то что как бы я девочка почему ты же сказала а что он должен ты сказал что тебе нравится он упасть на колени сказать да госпожа моя твоя задача была донести ты донесла то есть вот он сидит и такой интересно а какое кино и нравится и и неважно что вы там спорили ну информация к нему попала даже если ты ему сообщение прислала мне нравится ну что то поэтому не надо ничего прояснять ты сейчас проясняешь это тот мужчина или нет ты меня услышала давай что там дальше о мишка хорошо надо точно прояснить точки на дед как женщины любят . у тебя никто лидер из ухажеров это никто у меня мама очень просто девочки сколько девочки лет в девятом году пятнадцать и по ну вообще по доходу через годы три-четыре она спокойно может бежать заново да ну да немножко беспокоит почему ну сейчас уже такой год когда начинают обращать внимание и на неё и она какой приходит о мой рассказ вот вчера был день святого валентина они получили какие-то открытки подарочки приглашение пойти погулять в кино там или еще куда-то вот у меня вопрос как объяснить ей вот и доступным языком или чтобы она поняла про долгие вот эти вот ухаживания перед замужеством потому что у меня не было опыта она у тебя спрашивают конечно она интересует а как у вас с папой было у нас был всего месяц от предложения до замужества так и скажи ну вот в принципе у нас как бы все хорошо ну вот в том то и дело смотрите фишечка в чем у нас нет времени на повезет не повезет поэтому рассказываешь ну я же тебе рассказываю простым языком что ты думаешь ребенок пятнадцать лет этого бы не понял так что сам я просто себя помню в этом возрасте допустим перед свайбом если бы мне сказали что мне нужно будет ждать еще год мама а мой жених бы мне сказал завтра женимся я бы побежала за жеником как замужем то есть этот возраст такой когда ты не слушаешь родителей солнышко ты что думаешь я вылупился из яйца тридцатилетним я все чудесно понимаю да но может быть у тебя не было родителей друзей вот том то и дело поэтому стане своему ребенку другом от друзей они могут слушать то есть ей 15 лет она друг ей не надо ничего доносить навязывать с ней просто надо дружить ты не просто google который выкатывает ей мудрости интересуйся ее жизнью общайся и тогда она спросит у тебя я например очень много знаю ну блин ну я же взрослый у меня сыну 21 год я ему как ты думаешь навязываю нет почему я с ним дружу и когда у него возникнет какая-то проблема я надеюсь что он спросит у меня потому что ну я же с ним дружу я ему самый близкий человек то есть надо строить отношения так чтобы ребенок не боялся задавать вопросы вот и все это называется дружить давай мы разберемся с твоими желаниями то есть ты хочешь пойти на работу но не работать а что ты хочешь нет почему тоже развиваться зачем потому что дети вырастут подожди солнышко тебе хочется развиваться в карьере или тебе скучно вот я развиваюсь в карьере не потому что мне скучно если бы мне можно было не развиваться в карьере я поверю я бы нашел чем заняться у меня столько в жизни есть интересных приколов но я еще и развиваюсь в карьере потому что мне надо работать и расти в этом вопросе ну вот я хочу реализоваться тоже как кто я хочу реализоваться как профессионал потому что мне нужны деньги ну у нас есть деньги тебе что них не дают дают то есть тебе не деньги нужны да а что именно ну чем ты хочешь заниматься так занимайся почему надо идти на работу ну вот смотри если ты решила покататься на коньках тебе нужно стать мастером спорта по комбежному спорту и устроиться тренером нет можно просто пойти покататься на коньках что ты хочешь сделать ну допустим у меня сейчас есть хобби да какое макияж макияж красься подруг крась наводи макияж себе и своим подругам а ты куда собралась ну то есть я то есть ты хочешь пойти куда-то работать и дергать чужим бабам брови да да даже создаваясь на секторе зачем как их хобби и свои города тоже хобби для чего ты поймаешь что туризм и пмж это не одно и то нравится что ну вот делать девушек и женщин красивые тебе скучно? тебе не с кем поговорить? макияж делай подругам макияж они будут к тебе ходить а что плохого и не макияж что хорошего ну например нет ничего плохого поехать перезимовать в антарктиде ну нахера туда ехать то есть это не вариант что плохого тебя муж заставляет на работу идти? нет то есть тебе просто стало давай все назовем в своем динаме тебе скучно а у тебя не хватает твоего красивого женского ума себя развлечь и к сожалению вот это советское наследие наше в котором было много хорошего но вот это плохая вещь мы живем в мире где женщина не может развлекаться кроме как работать то есть вот она у нее есть два варианта ни хера не делать и грустить или впахивать нет но я ходил на спорт тоже у меня есть ходи на спорт еще куда-то ходи еще куда-то ходи еще куда-то ходи ходи на спорт ходи на театральные кружки ходи в женские клубы ходи еще можно муж женщина получается вообще не должна строить карьеру но зачем может может быть из-за коллектива тебе хоть из-за карьеры или коллектива я же сразу честно сказал тебе скучно мы все это чудесно понимаем тебе надо потриндеть но из-за того что тебе не с кем триндеть ты хочешь пойти на работу я это знаю муж твой знает и все в зале знают и ты это знаешь но тебе тяжело это признать потому что просто триндеть кажется страшно а вот работать и триндеть это не страшно это комплекс это болезнь выкини это из головы ты меня услышала тебе муж даже говорит что ему не надо работающая жена пойдешь там на триндите всякой херни наслушаешься придешь будешь ему голову вливать причем ты будешь триндеть не с теми кого ты сама выберешь а те кто вынужден будет тебе прийти это все не будут все твои подружки любимые это придут к тебе и запишется какая-то адская бабища какая-то адская хабалка которая будет сидеть и рассказывать что все мужики и козлы и всех их надо убить ты ее наслушаешься домой придешь смотришь мужик дома сидит может Мария Ивановна была права зачем пойми ты живешь в счастье ну занимайся найди ты живешь в красивом городе ты замужем муж тебя не заставляет работать у тебя есть денежки заниматься собой ты молодая красивая дети есть у тебя дети у тебя есть может детям тоже мама нужна а не брови щипательница какая-то смотри один раз в неделю мне это не мешает ну ходи просто в женский клуб афродита работают люди за деньги смотри мы с тобой побеседовали ты уже забила и на карьеру и на хобби уже ну хотя бы раз в день раз в неделю ходи афродита афродита без учителей никак медсестры еще стюардессы да да конечно конечно ты хочешь чтоб я повторил то же самое ты замужем ну я вижу я поэтому и спрашиваю а это что человек который не может зарабатывать деньги может ты то чего поперлся ты чего психанула ты за куда кидала я учитель ну примемые соболезнования а ведь где то сейчас девки которые надо пойти работать учителя потому что она с голода умирает ее замуж никто не берет она не может туда устроиться потому что вот эти счастливые замужние бабы блин позалазили на работу и денег нахер копейки платят и работать и это я прикалываюсь конечно ты начала с юмора и я тоже прекращай зачем оно тебе надо а что если все женщины не будут работать да не так не будет будут работать гляньте ползала перепуганных они шметнуться работать учительница аааа дети казахские дети не полу без тебя их научат пойми твоему мужу нужна любящая заботливая адекватная красивая ухоженная жена а не полусумасшедшая учительница младших классов которая вместо того чтобы его любить проверяет какие то адские тетрадки ты меня услышала просто я тебе могу это смело сказать он то тебя любит и он тебя не может так сказать ты че ну короче ты меня услышала я уже скоро с мужчин буду деньги брать за промывание мозгов их любимым зачем работа это неизбежность надо работать потому что блин нужны деньги если вопрос деньгами решен займись чем то займись и так работать вообще ничего не достигнешь вообще ты будешь просто работать ты станешь винтиком и будешь пахать хорошо если это совпало ну допустим как в моем случае совпало с моим хобби ну во первых я не всю жизнь так работаю во вторых если бы блин у меня были деньги я бы работал чуть меньше да что ты думаешь я прямо в экстазе 90 перелетов в год совершать прямо люблю под крылом самолета да горе воду этот аэропорт мне каждый год новый класс каждый день новые брови я предпочитаю летать в города в которых я не был я в астане был блин шесть раз я уже все видел я катался на колесе обозрения я был здесь летом был весной зимой и осенью я уже все увидел у вас красивый город но не до какой степени чтобы сюда шестой раз прилететь посмотреть ну это не барселона по большому учету да и там шестой раз уже делать нечего есть масса городов в которые я хочу слетать ну там люди не приходят на мои лекции потому что они твою мать голландцы каждые три дня новый город ты сидела в аэропорту 16 часов твой чемодан не улетал куда-нибудь в другую сторону от тебя а у тебя в сумке остались только трусы на скиблены и блокнот по семейной психологии ты спал как бы в гостинице без трусов потому что их постирать пришло я кому что кайфа не так много спасибо большое за вопрос надеюсь ты меня услышала я как мог смягчил спасибо что ты беспокойся за всех учительниц и стюардесс дорогие друзья если вы живете в тех городах которые здесь написаны то скоро я туда приеду и мы с вами сможем встретиться на наших шикарных лекциях приходите пожалуйста